Жесть. Жесть, да, это реальная жизнь. Прикольно. Женя со скоростью света летит в черную дыру. Школьник из села Полковниково передвигается с одной галактики на другую, приземляется на Марс и Солнце. В его очках точная копия Вселенной, собранная в снимках телескопа Хаббл. Тренажер используют в авиационных училищах, по нему изучают астрономию и физику. Теперь же путешествовать по космосу будут земляки Германа Титова и гости края. Многие дрожали, когда сидел. Боялся, что упаду куда-нибудь. Можно ли считать, сколько там вообще всех этих объектов, галактиков? Вообще, я даже представить не могу. Как они это сделали, я вообще без понятия. Но тут, мне кажется, триллионы их, и все они реальные. Анатолий Арцебарский все это видел своими глазами в открытом космосе. Герой Советского Союза, сегодня главный гость Полковникова. В музее у стенда с космической едой летчик-космонавт ностальгирует. Говорит, самым вкусным на борту всегда считал творожок с орехами. Расскажите, какой на вкус космический борщ? Он очень, на самом деле, на земле сваренный вкусный борщ. Потом из него воду выборили и запаяли в единичном пакете. И туда только надо налить было, я до сих пор помню, 200 мл воды и оставить на 10 минут. И через 10 минут можно кушать настоящий борщ. Мне казалось, что он даже маминым борщом. Он просто напоминает мамин борщ. Сегодня Герману Титову исполнилось бы 84 года. Анатолий Арцебарский раньше лично поздравлял Титова с днем рождения. Сейчас Арцебарский может лишь приехать в Полковниково в дань памяти. Космонавт вспоминает, Титов был не только мудрым руководителем, но и хорошим другом. У меня, например, когда родилась дочка, которую 20 лет ждал, то он со своей кломбой сорвал цветы, вот так прям с грядки, прям возле своего дома, и передал моей жене. Она родилась 24 августа, а Герман Степанович ушел, вы знаете, 20 сентября. Так вот, цветы, которые он подарил, уже его не было. Они 40 дней стояли у нас в вазе и живы. Повторить подвиг своего знаменитого земляка или хотя бы стать летчиком – теперь мечта многих школьников Полковниково. После того, как в музее Титова появилось окно в миллионы галактик, это желание может вырасти в миллионы раз. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.